Блин, друзья, у меня, блин, шок. Ну, хожу такой на расслабоне. Сигналы есть, слава богу. Опять такой хреновенький сигнальчик. 16-15. Фу, ну, друзья, это капец. Я вам говорил про древность, смотрите. Ядрить его налево. Друзья, всем привет. Вот такой вот замечательный лес. Зимний. Приехал, поставил машину. Прибор еще не раскладывал. Сейчас пообедаю на природе. Две минутки и... Идем в лес. Смотрим. Зимой хорошо ходить. Видно, где ты уже был по следам. Я недалеко ушел. Вон машина. Вороны. В общем, друзья, находка не первая, конечно, были. Поясочки уже здесь. Войны много. Вот такая вот находка. Что-то не думаю, что по войне. Какая-то вот... Если бы без этой штучки тыльник ножа. А так, не знаю, здесь речка недалеко. И древность. Точки есть. Не конкретно здесь, но рядом. Не знаю, друзья. Берем. Пока решил пройти вдоль дороги. Вон столбики квартальные. Хочу показать вам грибы. Сегодня 9 декабря. А вот такие грибы. Стоят из-под снега. Опа. Ломаются. Не берем. Такой вот там гильза. Закопа. Ямка. Рядом. Еще сигнальчик. Такой глубокий. Уже с мастык откопал. А вон еще идет. Ну, в общем. Надо пробовать. Что делать? А, что делать? Хоть и корешки. В общем, я не знаю, что тут. Я тут первый раз в этом лесу. Это под Киевом. Друзья. Поэтому. Ну, то, что здесь война есть, это точно. Что еще? Будем смотреть. Ну, такой ВДА нестабильный. Блин, ну, на такой глубине, так любой сигнал будет. Так, где-то там. Корень. Где-то чуть в стороне даже. Чуть-чуть. Как раз под корню. И что ты ему сделаешь? Подковырнул. А вот и сигнал. Какая-то железо старое. Да. Вот вам и плохой ВДА. И всем дальше. Вон там гильза. И тот кусочек железа. Так вот прошел. Четкий 81. И это у нас. Вот такой здоровый поясок. Картина вырисовывается. Война, как я и говорил. Причем серьезный калибр. Вороны. Это нам не мешает. Мы идем дальше. Блин, друзья. У меня, блин, шок. Вот недавно тут выкопал еще гильзу, короче. Ну, хожу такой на расслабоне. Сигналы есть, слава богу. Опять такой хреновенький сигнальчик. О-о-о. Блин. Даю послушать, извините. Волнуюсь. 16-15. Что могло предвещать этот сигнал? Максимум 10 копеек советских. В таком месте. Фу-у-у, ну, друзья, это капец. Я вам говорил про древность, смотрите. Ядрите его налево. Что-то да. Вы уже поняли, что это? Скифский наг. Ёкарный бабай. Офигеть, с шипом. Вот это да, сейчас я в снежочек. Вот это просто наобум. Какой лес. Даже не знаю, что тут. Первый раз вообще здесь. Просто наобум. Вот это да. Снег что-то не особо таять хочет. Ну, короче, друзья. Вот здесь углубление. Вот такой вот наг. Это шок. Лично для меня. Это второй наг. Недавно находил. Кстати, то видео я еще не выпускал. Там всего одна находка была. Это наг. Может быть, я вам сейчас в качестве врезки вставлю первый свой наконечник. А вот и второй. Бомба! Просто огонь. Фу-ху-ху-ху-ху-ху. Вот это да. Тут, конечно, холмы такие, горбы. Блин, я тут сейчас все буду облазить. Дело в том, что смотрите, что здесь, я так понял, пропустили. Видите, вырубка деревьев. Вон пенек, вот пенек. А были такие непролазные хаси. Вот пенек. Вырубили. Я сюда смог зайти и сразу вот там. Капец берем. Друзья, всем привет. Вон на поле человечек. Это Андрей. Мы с ним приехали в такую погоду, нелетную, туман, холодный. Сегодня 16 ноября. приехали на поле. Уже второе место. И вот, вон где деревья там машина. Прошелся. Шмурдяк один. И, друзья, у меня бомбезная находка. Бомбезная. Я впервые это нахожу. Как я давно хотел это найти, друзья. Дам послушать даже. И сигнальчик. 15-16, друзья. Это находка, которую я нахожу впервые. Как долго я мечтал это найти. Как долго. Есть. Это наконечник скифский. Или не скифский, но бронзовый наконечник. А, красавец. Я на таком горбочке, как раз, вверх горбочка нахожусь. Просто бомбезный. Ветер дует, холодно, но мне уже пофиг. Смотрите, какой наконечник. Это просто кайф. Ха-ха. Будем здесь сейчас весь этот горбочек обхаживать. Фантастика. Ну все, друзья, ищем. Так, друзья. Андрюха, на. Я хочу, чтобы ты определил, что это, подсказал. Взрываем. Ты его видишь? Позинак? Да. И хиба-тай, понимаешь? Хиба-былай. Это, друзья, это я взял тестировать. Это не смотрите. Так. Там дырочка есть. Ну, скифский, походу, он таких не видел. Ну, скифский? Бронзовый. Да, Андрюха, я спросил. Видите? То есть, и нет. На горбе он. На самой вершине. А, на залетный, наверное. Тяжелок такой. Приколит. Скифский? Да. Это мой первый. Ну, в ряде я таких не видел. Это мой первый. Вообще, бронзовый нак, вот такой скифский первый. Друзья, как всегда, сайт Виолити, и мы смотрим находки. По запросу наконечник скифы в проданных лотах мы видим вот такое разнообразие. И я сразу вижу вот этот наконечник, такой, как мы нашли. Но здесь у нас целый шип. И видим наконечник скифы, 7-5 век до нашей эры. То есть, с этой находки 2,5 тысячи лет. Друзья, заходите на сайт Виолити, регистрируйтесь, продавайте, покупайте. Большая клиентская база, четкие правила, благодаря системе рейтингов. Ссылки на сайт Виолити и на YouTube канал Виолити в описании под этим видео. А мы продолжаем копать, и я вам скажу, что этот наконечник не последний. Блин, да я отойти не могу, конечно. Все, сейчас буду здесь по этим горбам, кустам лазить. Думал пойти к дороге, но там пробок накопаешься. Не хочу, буду лазить здесь. Все, погнали. Друзья, в метре от прибора, за прибором метре, скифский этот наконечник. Вот здесь на склончике, такой небольшой сигнальчик. Сигнальчик глубины более 30 сантиметров. Прибор показывает. И вроде цветной. Может железо какое. Итак, давайте копать онлайн. Зам, как всегда послушать. Высокий ВДА еле цепляет. Ну, это может быть поясок. Здесь уже несколько обломков черных. Он ушел от бомб снаряда. Но, если рядом такие сигналы, такие находки, вернее, покопать надо. Глубина, что я вам скажу. А если это какой-то топор, скифский? И это облом. Это гвоздь, выдающий себя за цветной. Вот это облом. А вот так вот. Сейчас за ту надо уменьшить хожу. Не помню, какую на 15-й помню. Все закапываем. И... Ищем дальше. Не удалось выкапать топор. В следующий раз. Ну, вон там. За деревьями я нашел наконечник. Хожу вокруг. Сигнал был тоже 17-18. Думаю, еще один. А нет. Попалась какая-то походу монетка. По размерам копеечка. Да и сигналит, как копеечка. Будем смотреть. Смотрим. Да. СССР. 63-й год. Одна копейка. Вот такой. Звучит, как наконечник. Обломчик. Ничего, идем дальше. Так, друзья. Давайте разбираться. Вон тот горбочек. Вон. Там наконечник. Хожу внизу. Ничего не говорю. Тот период, не тот. Скорее всего, нет. Но рассказываю обстановку. Черный сигнал с переливом цвет. Выкопал, да. Вроде бы, черная подковка. Все понятно. Но ничего не понятно. Хопа. А здесь цвет. нет. Ну, явно, что не древность, конечно. Хотя я не понимаю в этом. Да нет, это каблук. Да нет, это каблук. Подковка. Стертая даже вот здесь. Но зачем тут цветняк, мне непонятно. Вот такая штука. Берем. Подскажите в комментариях, что это. Так, друзья. Снова дедокарка от ворона. Прошел уже где-то час без находок. И вот такая вот штука. Сейчас покажу. Рядом был осколок. А это с ремня, смотрите. Пряга. Еще кожа целая. Значит, точно не скифы. А, по-моему, какая-то попснячья. Современная. Давайте я очищу от кожи. И рассмотрим. Вот такая вот пряга получилась. Вот кожа. Тонкая, легко отторвется уже. А пряга. Очень легкая, алюминий. Тонкая. И гнется. Современщина. Но красивая. Берем. Так, друзья. Опять. Опять я волнуюсь. Прошло уже по времени два часа. Где-то от... Ну, от той предыдущей находки, о которой вы все правильно подумали. Она была где-то внизу на склончиках. Сейчас поднялся наверх. И сигнал уже не такой, как тот наконечник. Тридцать. Двадцать девять тридцать. Ё-моё. Это второй наконечник. За один куб. До этого четыре года я их не находил. Смотрите. Носик обломанный. Офигеть. Вот это да, место. Я тут буду бомбить теперь зимой. Без шипа. Кончик обломан. Но это опять наконечник. Вот такие пироги. Фу. Вот тебе и чудо лес. Неизвестный мне ранее. Берем. Ну и конечно же ищем. Еще есть где-то часик походить. Времени. До темноты. Вот так у меня сейчас в Хабарнице. Возьмем этот протрем снежком. Да, он конечно чуть уставший. Но сам факт. Факт его наличия в данной местности говорит о том, что мы сюда будем возвращаться. Так. Оп. Погнали дальше. А вот следующая находка и неожиданная, но приятная и полезная. Смотрим. Вот такой ключ тире отвертка. Я думаю это для бензопилы затяжка цепи. если так или не так напишите в комментариях. Полезная штука. Машину забираю. Вот такая красота зимнего леса. лес, друзья, прекрасен в любое время года. О, какое дерево. а мы ищем. На вот такой дорожке хожу, кстати, уже темнеет, даже глазу плохо видно и сигнал за 80 и выпадает вот такая фигня, друзья, что вы думаете? Что бы вы сразу подумали? наверное, тоже, что и я. Что это облом, правда? А вот такой вот облом. Вот такая шайбень медная. Забираем и идем дальше. Так, я возле дороги. Вот эта дорога вот туда уже ведет к машине. Ну, еще где-то полкилометра. 17 сигнал, и у меня монетка. Сейчас включу свет, посмотрим. Не смотрел еще. Итак, сигнал низкий, значит, рамочник. Так и есть, 15 копеек. Ну, тоже интересно. Это первая монета, не считаю, это копейки ее за монету, не считаю. 52 год. Берем. Может, и растепуха будет. Ищем дальше. Вот так уже темно. Видите, иду по дорожке, тут уже кто-то ходил до меня. Снежок недавно выпал. Вчера. И все, друзья, на этом копе я завершаю. Все находки вы видели. Лес для меня новый, и тут выскочило два нака. Просто для меня шок. Напишите, нужно ли сюда возвращаться, может, большую катушку. В общем, ваше мнение, мне интересно. Напишите в комментариях. Всем пока. До новых видео.